Неужели третий сезон Бриджертон уже здесь? Да, это так, и какие замечательные четыре эпизода. Этот сезон более пристально смотрит на развивающиеся истории любви, в частности на Пенелопу, застрявшую между Колином и Лордом Деблингом. Плюс мы также увидели Франческу и ее желание найти кавалера на дебютантском балу. А ну и не забудем, что личность Леди Уистелдаун все еще секрет, но, видимо, это может вызвать серьезные последствия для всего, что было построено в этих четыре эпизодах, когда шоу вернется в июне. Итак, давайте не будем больше ждать и сразу перейдем к третьему сезону Бриджертон. Вот Бриджертоны, сезон 3, часть 1, объяснение концовки. Хочу предупредить, что это видео содержит спойлеры. Основное внимание в этих четыре эпизодах было уделено Пенелопе и Колину Бриджертону и их любви, которая была между ними, но никогда не рассматривалась должным образом. В финале второго сезона Пенелопа услышала Колина, говорящего, что он никогда не полюбит ее. Это глубоко ранило ее. У нее были к нему сильные чувства, что было очевидно в первой половине сезона, так как после его возвращения из путешествий по Европе он вел себя очень бесцеремонно. Однако Колин хотел помириться с ней, и, так как Пенелопа в третьем сезоне искала пару, он предложил ей советы о том, как найти хорошего мужа. Были моменты в этих сериях, когда возникало ощущение, что их любовь всегда будет рядом. Например, когда Пенелопа читала дневник Колина и опрокинула лампу, она повязала на его руку бинт. Касания рук в Бриджертон часто являются одними из самых интимных моментов в сериале. И да, я это имею в виду. Сериал, конечно, полон сцен, где люди лежат вместе, но рукопожатия показывают другую сторону привязанности. Вспомните второй сезон с Энтони, Кейт и первый с Дафной. Прикосновение рук символизировало единение и стремление быть вместе. С Колином и Пенелопой всегда казалось, что их отношения развиваются. Пенелопа и Колин поцеловались в конце второго эпизода. Колин не переставал думать о Пенелопе и понял, что его чувства к ней глубокие. Несмотря на слухи о том, что Колин помог Пенелопе находить интриганов, лорд Деблинг влечет за ней. Деблинг был готов сделать предложение Пенелопе. Колин ревновал Деблинга, олицетворение его ревности – струнный квартет. Музыкальное сопровождение – композиция «Ревнивец» Ника Джонаса. Колин наблюдал за танцующими Пенелопой и Деблингом. Однако в финальном эпизоде все эти чувства, наконец, дошли до Колина. И он хотел признаться, как он действительно чувствует. Когда Колин говорил со своей матерью, она сказала, что редко любовники бывают друзьями перед тем, как оказываются вместе. Но он хотел признаться в своих истинных чувствах к ней. Пенелопа хотела любви, а Деблинг не предлагал этого. У него в сердце и уме не было места из-за работы. Поэтому, хотя он предложил Пенелопе стабильность, это не то, что ее сердце желало. Так что, когда Колин прервал предложение и, наконец, заставил Деблинга видеть, что Пенелопа испытывает чувства к Колину, связанное с ее взглядом на дом Бриджертонов, она ушла с балла. Но когда Колин остановил ее карету, зашел внутрь и признался в своих чувствах, то пара обменялась страстным моментом, достигнув кульминации, когда Колин пригласил ее к себе и попросил руки, что было большим сюрпризом. Это укропнет вторую часть сезона. Колин начал сезон, говоря, что сломает жизнь леди Уисслдаун. Он еще не знает, что он женится на ней. Это проблема, когда раскроется, и их любовь разрушится. Пенелопа вернется на свое место в обществе. Или хуже, когда узнают, что она пишет мерзости. Элоиза знает псевдоним Пенелопы. Она не захочет скрывать это от брата. И следующая часть сезона – боль сердец. Только если Колин готов пройти через это. Но я не думаю, что он сможет. В начале сезона была фраза «Правда всегда выходит наружу». Готовлюсь ко второй, полной событий части. Основная история этого сезона в круг Франчески Бриджертон дебютировал «Ищет партнера». Королева Шарлотта искала пару. Обнаружила, что Франческа – ее бриллиант. Шарлотта считала правильно сочетать ее с лордом Самодани. Казалось, цветут отношения. Тем не менее, появление лорда Киллмартина – перезагаечный ключ в работе. Франческа – женщина, которая делает все по собственному желанию и знает, чего хочет. В этом смысле она очень похожа на свою сестру Элоизу. Так что, возможно, она оказала на нее влияние. И с лордом Киллмартином, и с ней – самая просто возможность посидеть в тишине вместе и ценить мир и друг друга, не произнося ни слова. Она показала, что чувства, которые они испытывают друг к другу – трансцендировать язык. В последние моменты сезона мы увидели, что лорд Киллмартин получил музыкальное произведение, которое Франческа была разочарована на публике, измененным на 3-4 и в том стиле, который ей нравился. И эта конкретная вещь была жестом, который показывал, что он заботится о ней. Это показывало, что Франческа влюбилась в лорда Киллмартина. Это означает, что хотя и идя с головой и выбрать господа Самодани было бы разумно, сердце чаще всего побеждает, когда он заточен и имеет туннельное видение любви. Но это то, что, как мне кажется, будем изучать в следующем сезоне. У мистера и миссис Мондриджа была интересная арка этого сезона. Это была второстепенная сюжетная линия, но включена в главную. Сыну досталось наследство. Он стал новым бароном Кента. То есть мистера и миссис Мондриджа выбросили в высшее общество и условия, о которых они и мечтать не могли. Суть их истории в том, чтобы видеть, как люди интегрируются и наблюдать, как они ориентируются. Мистер Мондридж любит свой клуб, но из-за новой должности его присутствие считается неподобающим. Но любовь к клубу это то, что он не отодвинет, несмотря на богатство. Я думаю, мы увидим их осваивающими жизнь в высшем обществе в следующем сезоне. Мы видим их чувствовать последствия, острокизма людей, что началось с отмены брони в клубе. Обзор сезона. Начало третьего сезона было очень хорошим. Мне нравится оно больше, чем история во втором сезоне. У нас еще есть эпизоды, но нравится темп сезона и различные сюжетные линии между различными любовными интересами. Сцен в спальне в этом сезоне не так много, что является отличием от предыдущих сезонов. Я не против, так как это не влияет на мое мнение о сериале. Но это то, что мне заметно. Просить Пенелопу потанцевать, а затем увидеть ее на полу. Ощущение, что это было три сезона в процессе. Так вот, видеть ее счастливой вызывало эмоции при просмотре. Эмоциональным моментом был разговор Элоизы и Пенелопы. Видеть любовь и заботу, которую они испытывали друг к другу, несмотря на их проблемы и неспособность их отложить, поразило сердце совсем иначе, по сравнению с любовью в других эпизодах. Обожаю в Бриджертонах песни, звучащие фоном. Несмотря на то, что события 1800-х, мы слышим современные песни в исполнении струнного квартета, которые здорово дополняют восприятие сцены, позволяя нам глубже погрузиться в нее, и они отражают эмоции, которые хотят вызвать у нас. Во второй части сезона будет оживленно. С появлением Леди Уистелдаун на горизонте, все ставки выведут в сторону, несмотря на уложенные основы. И открыть большую дыру для Пенелопы, ведь не вижу ей счастливого конца. Бриджертоны любят дарить нам счастливые концы, но вряд ли это будет так для Пенелопы. Все, что могу сказать, ждем следующую часть сезона. Вот так. Бриджертоны, третий сезон, первая часть, разбор финала. Если...